Почему тебе скучно жить? Скажу честно, друзья, что и мне сейчас не особо весело живётся. Но почему же в большинстве случаев людям скучно жить? Проснувшись с утра, ты знаешь наперёд, что тебя ждёт. Скорее всего, всё будет очень предсказуемо. И от этого скучно. Почему кто-то живёт так, как хочет, а кто-то работает на того, кто живёт так, как хочет? Что за несправедливость-то такая? Ну, во-первых, справедливости вообще не существует. А во-вторых, тот, у кого уровень жизни выше, чем у нас, просто начал раньше. Он хитрее, изворотливее, молчаливее. Он не болтает, он делает, пока другие болтают. И он не рассказывает никому свои секреты. Он их держит в тайне. А зачем ему делиться с потенциальными конкурентами? Именно поэтому так много вокруг молчунов, которые не хотят делиться нужной и важной информацией. А пустословия, пожалуйста. Весь интернет к вашим услугам. Эдварды Биллы, Милохины, Инстасанки. Смотрите сколько хотите. Только не развивайтесь, пожалуйста. Это прерогатива меньшинства. Так почему же скучно жить в эпоху цивилизации и интернета, а скучно жить только потому, что нет идейности и нет цели? Нету какого-то своего дела. Пусть даже маленького. У каждого человека есть внутренняя глубинная потребность в признании. Каждый человек хочет отличаться от других. Но среда порой так сильно давит на человека социальными обязанностями, что у него даже не остается времени на себя любимого. Человек растрачивает всего себя на других. И забывает о себе. Нужно подумать о себе тоже. И принять решение сделать то, что ты хочешь. Но не стоит забывать руководствоваться совестью в своих поступках.